здравствуйте меня зовут милена меди я родилась в крыму и в этом блоге рассказываю о событиях которые происходят у меня дома на родном полуострове поехали президент соседней россии владимир путин прилетел в крым на открытие трассы таврида и лично запустил движение по новой дороге в 2018 году путин открыл движение по керченскому мосту он сидел за рулем грузовика и не был пристегнут что вызвало критику в социальных сетях а во время байк-шоу мотоклуба ночные волки в севастополе он проехал на мотоцикле урал по трассе без шлема но дорожная полиция тогда отказалась штрафовать путина за поездку более того штрафом история завершилась для россиянина указавшего на нарушение правил дорожного движения за оскорбление власти в этот раз по тавриде путин проехал несколько километров на автомобиле аурус российский аналог английского роуз-ройса машины люкс-класса причем на двух аурусах подготовленных для президента соседней россии установили номера 82 региона а именно машинам с этими номерами запрещен въезд в страны ес и материковые украины кстати аурус стартовая цена которого 18 миллионов рублей неоднократно подвергался критике автомобильных экспертов из какого говна сделано вот это весь лак весь лак на машине если вы подойдете вот сюда вот сюда посмотрите вот здесь весь лак он плывет здесь песок видите песок прям маляры что посмотрит скажут все сразу поймут вся машина покрашена просто ужасно если вы посмотрите вот сюда здесь они стыкуются резиночки и просто они кисточку подкрасили сверху здесь просто все в пыли весь плафон внутри то есть эта машина стоит 18 миллионов это гордость типа наша я вот этим должен гордиться как я этим могу гордиться в автомобиле путина сопровождали министр транспорта россии евгений дитрих гендиректор и технолог санкт-петербургской компании подрядчика которая на протяжении трех с половиной лет прокладывала трассу причем к строительству тавриды компания привлекла только половину крымских коллег остальные жители соседней россии которые по технолога обучали местных работников половина местных то есть набирали вы сам из крыма нет я сам из западной сибири когда выбирали местных ребят приходит с опытом хороший стаж все а приходит и смотрит и так как на эту технику садиться чуть не дену я привык что тут 15 рычагов от всего два джойстика как как ну вот рассказывали их учили стажировали а вот чего точно не сказали путину во время поездки так это то что тавриду еще до начала открытия прозвали трассы смерти она уже забрала жизни полусотни человек и некоторые ее участки в буквальном смысле построены на костях российские археологи заканчивают исследование участка будущей трассы таврида под бащесараем там найдены мусульманские захоронения времен 14 15 веков уникальная находка позднескивский некрополь второго четвертого веков нашей эры открылась археологом в районе строительства севастопольского участка трассы таврида близ села фронтовое экспедиции уже удалось обнаружить две сотни неразграбленных могильных ям среди которых крупные семейные усыпальницы кроме того для постройки таврида использовали один из самых востребованных ресурсов в крыму воду которую можно было бы направить на нужды сельского хозяйства об этом в эфире телеканала дом рассказал общественный активист эдем дудаков для населения воды если не забирать ее вот на эти огромные промышленные объекты может хватить может хватить эти объекты которые строят тавриду они забирают огромное количество воды эти цементные заводы это железобетонные заводы и все прочее поэтому я не считаю что нужно оказывать крыму какую-то гуманитарную помощь кто хотел камни с неба тот их получил министерство иностранных дел украины направила в российский мид ноту протеста из-за несогласованного визита путина в крым назвав это пренебрежением нормами международного права и территориальной целостности украины а еще заявили что будут работать над расширением национальных и международных санкций украина продолжает рассматривать этот визит как и все предыдущие поездки российских чиновников во время на оккупированные автономную республику крым и севастополь как грубое нарушение российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности украины циничное и демонстративное пренебрежение российской стороной общепризнанными принципами и нормами международного права в том числе уставом оон резолюциями генеральной ассамблеи оон обязательствами рф по двусторонним и многосторонним договорам участниками которых является российская федерация и украина строительство дороги как и любые другие действия оккупационных властей никоим образом не могут изменить конституционно закрепленный статус автономной республики крым и города севастополь как неотъемлемой части территории украины в ее международно признанных границах меня зовут милена меди это телеканал дом подписывайтесь на нашу страницу фейсбук и на канал youtube и обязательно делитесь с нами тем что происходит у вас дома пока